Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Я Максим Колесников. А поговорим сегодня о бодрящем автомобиле и короле гибридов. Несколько лет назад на тайкийском автосалоне компания Nissan представила свой концепт-кар под смешным названием Pivo 2. Основным элементом интерьера которого была голова мальчика. По сути, мальчик был набором камер и датчиков, которые анализировали состояние водителя. Если водителю становилось худо, мальчик предпринимал действия, чтобы его взбодрить. Присвистывал, шутил. Мальчик не только будил водителя, но и развлекал его шутками, сообщал последние новости и биржевые сводки. Технология интересная, но дальше концепта дело как-то не пошло. И вот теперь она возродилась, но уже по другую сторону океана, в США. В компании Ford решили, что бодрящий и шутящий с владельцем автомобиль хорошо и правильно, ибо безопасно. Американцы решили развить концепцию японцев и оснастить автомобили цепью камер и датчиков, которые будут следить за состоянием водителя. Правда, в данном случае обойдется без головы. Все будет стандартно, через мультимедийную систему. Увидел компьютер изменения в физиогномике, на тебе залихватскую песню о просторах Техаса или выступление стендап-комика. Если же водитель уже не реагирует на развлечения, система аккуратно притормаживает автомобиль, а при необходимости вызывает экстренные службы. Такая технология имеет место быть, пока мир не заполонили автономные автомобили. Пройдет время, и будить нас перестанут. И поговаривают, что это произойдет очень скоро. Panamera Turbo S и Hybrid. Если вы поняли, то это Porsche. Но какой Porsche? Его уже негласно назвали королем гибридов. И поверьте, есть за что. Его гибридная силовая установка состоит из бензинового мотора мощностью 550 лошадиных сил и пары электромоторов. В результате суммарная мощность установки составляет, присядьте, 680 лошадок. 680! Что это значит с точки зрения цифр? Максимальная скорость составляет 310 км в час. А первую сотню, это электробензиновая ракета, разменивают уже через 3,4 секунды. Расход топлива европейцы утверждают, что он равен 2,9 литра. Осталось найти зарядную станцию и 12 миллионов рублей. Ведь этот монстр будет продаваться и у нас. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин